Пора бежать на математику. В зубах что-то застряло. Здесь так уютно. Мне сегодня зелень выглядит не очень. Эй, вы чего? Мия, не надоело быть лузером? А, да. Ты же вампир. Даже мой пирсинг от тебя в шоке. Неудачница. Это несправедливо. Я ухожу. Эй. У Мави нет проблем с популярностью. Самое время порадовать подписчиков. Пикачу челлендж наберет миллиард лайков. Упс. Мия, что ты здесь делаешь? Извини, что без приглашения. Располагайся, Мия. И рассказывай, что случилось. Мави, я неудачница. Все одноклассники так говорят. Не слушай их. Договорились? Мы сейчас же превратим тебя в красотку. Вау. С чего начнем? С твоих прыщей, конечно. Скоро твоя кожа будет идеально чистой. А у прыщей королевская жизнь. Какие планы на сегодня? Может стать еще больше и некрасивее? А вот и ты. Отстаньте от нашей королевы. Никаких бьюти-гаджетов. Мия, ты это видела? Это уже слишком. Значит, переходим к плану Б. Знакомься, Мия. Это вакууматор. Что вы на это скажете? А вот и я. Идиллия в королевстве подошла к концу. Вы еще не знаете, с кем связались. Где моя коктейльная трубочка? О, нет. Я исчезаю. Обожаю прыщейли. Бу. И так будет с каждым. Мави, у нас получилось. Я красотка. Поздра... О, нет. Возникла одна волосатая проблема. Вытащи палец. Это неприлично. Хорошо, что у меня есть триммер. Лишней растительности не поздоровится. Сейчас триммер подровняет эту лужайку. Пора стричься. Как-то лучше. Со мной лучше не связываться. Ну уж нет, сдаваться еще рано. Где моя красная кнопка? Вы по мне скучали? Нет, а может, устроим зеленую вечеринку? Триммер уже не спасти. Он так фрабро сражался. Но в носу слишком опасно. Этот гаджет отправляется в чистку. Мави, смотри. Теперь я могу дышать. А ты в последний раз когда чистила Клыки и подруга? Сейчас исправим. Этот отбеливающий стик спасет даже твои зубки. Белоснежная магия. Теперь Клыки в полном порядке. И последний сверкающий штрих. Блестяще. Супер. Круто, конечно. Но мне нужны солнечные очки. А что дальше по бьюти плану? Волосы. Косички для ботаников. О, необычное ощущение. О, нет, это катастрофа. Сиди смирно. Я попробую тебя расчесать. А этот непросто. Мави, ты волшебница. О, да. Выглядишь на все сто. Эй. Я же только что их расчесала. Ага. Вот так. Мои волосы очень непослушные. Кажется, они устроили вечеринку. Никаких вечеринок, я сказала. Но у волос свои планы на этот вечер. Вечеринка продолжается. Нам нужен лак. И побольше. У вампира должна быть идеальная прическа. Лак усмирит самые непослушные витры. Сопротивление бесполезно. Пара пшиков и готово. Вечеринка окончена. Мави идеально. Эти маски для фото такие забавные. Они настоящие? Мия, на депиляцию. Это не больно. Обещаю. Восковые полоски уже готовы к подвигам. Привет, красавчик. Потанцуем, леди. Вы великолепны. Упс. Какие липкие объятья. А теперь уходим. А, больно. Мия, без паники. Будь взрослым вампиром. Лучше дай пять, подруга. Мия, смотри, какой красавчик. Эй, подруга, ты чего? Это же вампир моей мечты. Мия, ты еще с нами? Конечно, Мави. Просто слушаю музыку. О, пришло время почистить уши. Приступаем. Щеточка для ушей способна на многое. На виброрежиме она доберется до любой грязи. Вот теперь ушки блестят чистотой. Ребята, я справилась. Доставайте меня. Вот и все, Мия. А ты боялась. Смотри, что было в твоих ушах. Выглядит ужасно. Давай-ка избавимся от этого. Стоп, откуда запах? Мия, твои ноги. Для начала разделитель для пальчиков. О, нет. Мне здесь не нравится. Без респиратора не обойтись. Это точно. Но красота прежде всего за работу. Эти вампирские ножки нужно как следует почистить. Миссия выполнена. А теперь самое интересное. Нам нужен лак. Как насчет красного цвета? Прекрасный выбор. И кисти уже на месте. Это задание для талантливых художников. Встречаем. Стильный педикюр. Готов? Сделаем его еще ярче. Поможет штамп для ногтей. Просто и быстро. Незаменимый гаджет. Мави, мои ножки выглядят великолепно. Подруга, мы забыли про макияж. Я ждала этого всю свою жизнь. Мне нужен спонж. О, какой грязный. Ничего. Сейчас мы тебя постираем, приятель. Держись крепче. Привет. Добро пожаловать. Кое-кто здесь не любит воду. Без паники. У меня золотая медаль по стирке. Да не кричи ты так. Чище не бывает. Спонжик готов к работе. Обещаю, ты станешь королевой красоты. Считай, все парни в школе твои. А теперь подвинься. Ты не ушиблась, дорогая. Вставай. Нам некогда отдыхать. Выбирай подруга. Слишком ярко. Слишком бледно. Мави, это все. Мия, не будь такой привередой. Ты доигралась, красотка. У меня больше ничего нет. Точно? А как же эта кроваво-красная рубашка? Мими, поищи себе другую лежанку. О, как много шерсти. Мими, подруга, только без глупостей. Убрать шерсть проще простого. Смотри сама. Щеточка для одежды. Профи своего дела. Приклеит к себе все, что угодно. Эй, а меня кто-нибудь почистит? А это мы уберем. Спасибо, девочки. А у Мии теперь новый образ. Стильный и очень вампирский. Мави, я готова сразить всех своей красотой. Тогда полетели, подруга. Здравствуй, школа. Это новая я. Мия? Всего один снимок. Договорились. Ну, раз вы настаиваете, девочки. Вау. Да она красотка. Мия, мы созданы друг для друга. Может, на свидание? Какое заманчивое предложение. Упс. Извини. Кажется, мне пора заселяться в общежитие. Прощай, надеюсь, больше не увидимся. Я начинаю новую жизнь. Добро пожаловать в общежитие. Здесь всегда рады новым постояльцам. Привет, парень. Мне комнату. И побыстрее. Я жутко занята. Для изумрудной девушки лучшие апартаменты. Но изумруд не единственный ребенок в драгоценной семье. Здравствуйте. Я переезжаю. И хочу здесь жить. Тут такое дело. В последней комнате поселится настоящий изумруд. Только рубины этого достойны. А ну, повтори. Ты слишком ярко блестишь, сестра изумруд. Леди, не спорьте. Как насчет оплаты? Непростой выбор. Изумрудное кольцо? Или все-таки рубиновое колье? И в этом споре побеждают изумруды. Стой. А как же я? Какой удачный день. Но сюрпризы на этом не заканчиваются. Приятель, бриллианту негде жить. Вам прямо и налево. Ваши драгоценные сестры уже там. Вы мой спаситель. Да это же лучшая комната в общежитии. Здесь так просторно. Всем в сторону. Эта кровать специально для изумруда. И для Рубина тоже найдется уютное местечко. Больше никаких споров. Победила дружба. Привет, девочки. А вот и я. А где моя кровать? Бриллиант не может жить в таких условиях. Мамочка, забери меня обратно. Начинается бриллиантовый ливень. Пора доставать зонтики. Эй, мы что-нибудь придумаем. Бриллианту срочно нужна помощь. Есть одна идея. Предстоит грандиозная стройка. Только не затопи нас бриллиантами. Договорились? Девочки, я все придумала. Смотрите. У нас будет три кровати. Бриллиантовая, изумрудная и рубиновая. Готовы к строительным подвигам. И не обязательно так пугать. Девочки, я раздобыла все необходимое. Это будущий каркас нашей кровати. Нужно только соединить детали. А это куда? Вот сюда. Эй, только осторожно. Как скажете. Пусть пока здесь полежит. Намечаем высоту кровати. И приступаем к сборке. У меня все готово. Что дальше? А сейчас в игру вступают... Саморезы. Соединяем балки. Бриллиант берет это на себя. А теперь ставим готовую деталь на место. Второй этаж будет прямо здесь. Девочки, нам нужно две таких детали. Без проблем. Сейчас все сделаю. Строительная команда не боится трудностей. Трехместная кровать почти готова. Неплохо вышла. Но кое-чего не хватает. Пожалуй, эта фанера еще пригодится. Не благодарите. Эй, вы где? Упс. На стройке небольшая авария. Но работа продолжается. Фиксируем основание. И теперь это уже напоминает настоящую кровать. Безопасность на первом месте. Не помешает укрепить боковые стенки. Проще простого. Эта задачка как раз для рубина. И кровать должна быть красивой. Поэтому позаботимся о декоре. На втором этаже будут эти арки. Поставим их на место и закрепим саморезами. Девочки, мы это сделали. Кровать еще нужно покрасить. Не забыла? Вперед. Это тебе. А это тебе. И у каждой кровати будет особенный цвет. Зеленый. Красный. И белый. Полная гармония. Вау. Вау. Но есть проблема. На втором этаже слишком жестко. Это не проблема. А вот и матрас для бриллианта. Девочки, давайте. Я держу. Ура, справились. Стало так мягко. А вот на изумрудной стороне пока мрачновато. Этот декор нужно доработить. Зеленый плед. Вот что нужно. Совсем другое дело. И на рубиновой кровати тоже обновка. Что может быть лучше красного цвета? Конечно же белый. На втором этаже зона релакса. Только кондиционер все портит. Сейчас исправим. Просто закроем этот скучный блок алмазным декором. Стильно и практично. Только драгоценного блеска не хватает. Ничего сложного. А что если сделать интерьер более воздушным? Неплохо придумано. Значит, декорируем стену фатином. Вышло просто бриллиантово. А изумрудная кровать уже переливается всеми оценками зеленого. Но фантазии нет. И кто сюда повесил эту безвкусицу? Эта картина не вписывается в изумрудный дизайн. Нам нужен картон. Вырезаем заготовку и раскрашиваем. В зеленый, конечно. А теперь превратим картон в драгоценный камень. Придадим заготовке текстуру и цвет. И без клея тут не обойтись. Какие красивые грани. Вау! Да это же изумрудная рамка. Осталось только вставить свой лучший портрет. Девочки, вы это видели? Даже не пытаетесь повторить. Как классно получилось. Но Рубин тоже кое-что понимает в дизайне. Точно. В комнате же есть торшер. Правда, выглядит он неважно. Подумаешь, Дура. Торшеру можно подарить вторую жизнь. По трафарету вырезаем много-много ромбиков. А потом фиксируем абажур на лампе. Итак, проверяем рубиновый светильник. Да будет свет. Все работает. Новенький торшер просто идеален. Девочки, только не завидуйте. Подумаешь, лампа. У меня тут тоже светло. Но совершенству нет предела. Тут созрела одна изумрудная идея. Упс, шариками нужно быть осторожней. Но все получилось просто волшебно. Если соединить гирлянды с шариками, можно создать зеленую магию. Ноги прочь с моей территории. Не мешай любоваться красотой. Изголовье кровати выглядит немного скучно. Нужно бриллиантовое решение. Итак, действуем. Отлично. Этого мне и не хватало. А теперь складываем заготовку в драгоценный камень. Склеиваем грани. И готово. Добавим серебряный блеск. Неплохо. Но еще есть эти старые диски. Разрезаем на кусочки и приклеиваем их к бриллианту. Вау, этот блеск можно увидеть даже из космоса. Пора немного отдохнуть от ремонта. Струйка так утомляет. Бриллиант, спускайся к нам. С удовольствием, сестренка. Стоп. А как мне отсюда выбраться? Кажется, кровати не хватает лестницы. Будет сделано. Девочки, я уже иду. Эй, сестр, ты это как? Пусть это будет моим маленьким секретом. И я не с пустыми руками. Нравится? Еще бы. Драгоценные подушки. Какие мягкие. Пора испытать их на деле. Получай. Нет, ты получай. В комнате намечается бой подушками. Лучше спрятаться, пока не поздно. Дизайнерскую идею всегда можно подсмотреть у соседки по комнате. Какая прелесть. Мне тоже нужна драгоценная стена. Осталось только придумать, где расположить декор. Ага. Вот здесь будет неплохо. Нарезаем красную бумагу на треугольники. И расклеиваем заготовки по стене. Как ярко. Рубинов много не бывает. Ага. Нечестно. Это была моя идея. А на втором этаже уже есть бьюти-зона. Красота на первом месте. Но как делать макияж, если нет зеркала? Оно будет прямо здесь. Ох, красота тяжелая штука. Это зеркало слишком большое. Придется немного над ним поколдовать. Отлично. Алмазное зеркало для бриллиантовой леди. Сияющий макияж? Легко. А на первом этаже никаких бриллиантов. Это красно-зеленое царство. Но почему бы не навестить сестру? Девочки, располагайтесь. Там бьюти-зона. А здесь мой личный бриллиант. Все самое сложное позади. Оказывается, драгоценный ремонт не так и сложно. Это уже не обычная комната, а настоящее сокровище. Девочки, не шумите. У меня фотосессия. Белая ширма никуда не годится. Ее нужно украсить. Деревянные палочки, клей и ловкость рук. Вот что нужно для креатива. Сестренка, а мне? Так и быть, забирай. Спасибо. Это же настоящий бриллиант. Даже не надейся. Это изумруд. Красим заготовки в зеленый. Белая ширма с вкраплениями изумруда – это другое дело. Пользуйтесь, девочки. Я добрая. Тревога. Откуда в рубиновой зоне желтый пуфик? Непорядок. Тебе здесь не место, дружок. Скоро у тебя будет совсем другой стиль. Долой старую обивку. Она больше не потребуется. А вот так вполне годится. Это больше не пуфик, а столик. Вот и столешница. А для декора используем красную изоленту. Элегантное решение. Вот что значит рубиновый стиль. Вау, Систер, ты просто волшебница. Да ладно, пара пустяков. Девочки, как насчет комнатного пикника? У меня даже плед есть. Девочки, чего мы ждем? Я уже чай приготовила. И какой же пикник без вкусняшек. Это начало большой дружбы. Стройка объединяет. А вот гостей никто не ждал. Странно. Кого это принесло? Кажется, в драгоценной комнате не хватает только сапфира. Мне сказали, что здесь полно места. Найдется для меня кровать. О нет, занято. Поищи другую комнату, ладно? Так, без паники. У меня уже готов план. Когда начинаем? Опытные строители ничего не боятся. Подумаешь, еще одна кровать. Выходные с мамой. Просто мечта. Им пора устроить грандиозный шоппинг. Мам, может в магазин? Как скажешь, дорогая. Остановите нам здесь. Не, мне жутко некогда. Повеселись как следует. Как удачно. Заодно и водитель устроит себе сладкий перекус. Эта работенка просто сахар. Но преступность не дремлет. Добыча совсем рядом. Сейчас или никогда действуем. Я уже здесь, крошка. А теперь поедем в горошк. Можно потише? Я разговариваю. Неожиданно. Значит, вместе с машиной заберем и ее хозяйку. Пристегнитесь. Дамочка, мы уезжаем. Обеденный перерыв уже закончился. Пора возвращаться на рабочее место. Упс. Эй, а где машина? Кто-нибудь видел мою красную ласточку? Не может быть. Преступник оставил записку. Целый миллион за маму. Все ясно. Это дерзкое похищение. Мамочка, я здесь? Скучала? Ой, а где мама? Мия, все пропало. Твоя мама у грабителя. Мне плохо. Спасите. Кто-нибудь видел мою маму? Полиция. Вот кто поможет найти пропажу. Мою маму похитили. Вы должны ее спасти. И любое расследование начинается с фоторобота. Как выглядел преступник? Он такой страшный. А глаза злые. Еще злее. Настоящий зверь. Задача выполнена. Фоторобот готов. Посмотрите внимательно. Это он? Да, он похитил мою маму. Точно. Это он угнал машину. Расследование в надежных руках. Полиция вышла на след. Этот тип выглядит очень подозрительно. Стоять на месте. Признавайтесь. Где мисс Эмили? Вы арестованы. Эй, что происходит? Отпустите. На полицию. Можно и не надеяться. Придется все брать в свои руки. А мама в большой опасности. Преступник привел ее в свое логово. Приятель, а где это мы? Ты когда здесь в последний раз убирался? Добро пожаловать, дамочка. Стоп. У тебя лицо грязное. Давай помогу. Эй, ты что себе позволяешь? Ты моя пленница. Поняла? Ладно, ладно, как скажешь. Как-то лучше. Сиди и не двигайся. А может чаю? Угощайся. Она опять выбралась. Бесит. Грабитель совсем не умеет вязать узлы. Но Эмили сейчас его научит. Смотри, приятель. Здесь затягиваем. А здесь ослабляем. Легко, правда? О да. Мастер-класс, что надо. Теперь ты не выберешься. Молодец, парень. Обнимашки? Это что, магия? Эмили не победить. Вперед на поиски мамы. Нужно расклеить листовки. Злодей может прятаться где угодно. Даже в самом ароматном месте. Мистер, тут моя мама пропала. Звоните, если увидите ее. Райан тоже не скучает. Преступный шопинг так утомляет. Пора возвращаться в свое логово. Берегись, Эмили. Эти цепи тебе точно не развязать. А вот и ножичек. Сегодня на ужин стыки. О да, скотч. А теперь попробуй поболтать с заклеенным ртом. И, конечно, маска. Полиция ни за что не найдет преступника. Мистер, помогите. Тут моя мама не проходила. Эм, нет. Не мешай, девочка. Я занят. Странный он какой-то. Мистер, что вы замышляете? Признавайтесь. Тогда ладно, пока. О, надо отсюда сматываться. Эта девчонка выглядит подозрительно. Райан, ты что заснул? Не спи. Эмили так любит поговорить. Настоящее испытание для преступника. Мамочки, мой ноготь. Парень, просыпайся. Только посмотри на это. Прощай, маникюр. Сейчас на крики прибежит полиция. Нельзя этого допустить. Где скотч? Дамочка, прекратите немедленно. Так-то лучше. Тишина. Ну, Эмили так просто не успокоится. Это же маникюр. Серьезнее не бывает. А как насчет легкого перекуса? Яша, молчи. Сработало. Вкусняшки всегда помогают. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. У Райана только один выход. Сделать Эмили маникюр. Непростая задачка. Но злодеи не такое могут. Вау, Райан. Да у тебя просто талант. Спасибо. Ты такой душка. Время идет. И где миллион? Они что, не хотят вернуть маму? Придется их поторопить. Есть одна идейка. Камера, мотор. О, у нас фотосессия. Отлично придумано. Это моя рабочая сторона. Работаем. Неплохо. Улыбаемся. Вот так. Стоп. Никакая это не фотосессия. Это похищение. Ты выглядишь слишком веселой. Бу. Ой, боюсь, боюсь. Не вышло. Приступаем к плану Б. А теперь страшно. Красотка. Ой, насмешил. Это что, водяной пистолет? Где ты его достал? В детском магазине? Это настоящий пистолет. Ну, держись. Сейчас я покажу тебе настоящий ужас. Видела? О, убери это от меня. Какой ужас. Я этого не выдержу. Так гораздо лучше. Начинаем грабительскую фотосессию. Отлично. До миллиона рукой подать. Надо поскорее избавиться от этой особы. И письмо уже на месте. Мама в обмен на миллион. Все по-честному. Мамочка, где же ты? Я так скучаю. Мия теперь совершенно одна. И кто теперь расчешет ей волосы? А сделает красивый макияж? Без мамы ничего не получается. Я жду тебя, мама. Но постирать любимую футболку Мия точно сможет. Это же легко. Мама ее учила. Запускаем машинку. И ждем. О, нет. Футболка села. Мама, без тебя все не так. Возвращайся. Маме не понравится, если Мия перестанет выносить мусор. За дело. И тут неудача. Мам, без тебя все рушится. Надоело. Маму нужно срочно спасать. Грабитель, тебе не сдобровать. Держись. Я уже иду к тебе. Ой, мамочка, прости. Больше не буду, честное слово. Преступный план придется поставить на паузу. Эмили проголодалась. Ням-ням. Без проблем. Райан прирожденный шеф-повар. Только колпака не хватает. Я сейчас. А ты никуда не уходи. Кулинарное искусство это серьезно. Итак, что сегодня в меню? Пусть будет каша с фруктами. Яблоко на месте. И ножи есть. Но где любимый инструмент Райана? Ага, вот и он. Что там в рецепте? Очистить и нарезать. Сделано. Соединяем, перемешиваем и обжариваем. Проще не бывает. Ой, а дым откуда? В рецепте такого нет. Без паники. Любой кухонный пожар можно потушить. Кажется, блюдо готово. Эмили будет счастлива. Приятного аппетита, леди. Ничего не выйдет. Эти угольки совсем несъедобные. Райан. Давай лучше я. Не может быть. Опять Эмили его переиграла. А что за аромат? Кажется, из кухни. Райан, обед готов. Присаживайся. Ух ты, выглядит неплохо. А на вкус еще лучше. Надо взять у Эмили рецепт. А детектив Мия уже разгадала эту тайну. Похищение раскрыто. Верни мою маму, негодяй. Но к этой встрече нужно подготовиться. Преступник будет дрожать от страха. Не помешает выучить несколько карате приемов. Ради мамы Мия на все готова. Она горы свернет. И даже поезд угонит. Крепещите, злодеи. Мия даже подтягивается, как герой. Преступник точно так не сможет. Час икс настал. Деньги в назначенном месте. Осталось только дождаться злодея. Прячемся. Ну, давай же, я жду тебя. А вот и он. Есть? Преступник забрал свой миллион. Правда, по дороге растерял немного богатства. Тебе от меня не уйти. Какая удача. По денежной тропинке можно выйти на преступное логово. Вау, сколько денег. Добыча уже в руках у преступника. Но ненадолго. Мия тоже здесь. Эй, где моя мама? Защищайся, негодяй. С этой девчонкой лучше не связываться. Она настоящий монстр. Ты даже не представляешь, на что я способна. Сейчас увидишь. Ты умеешь собирать кубик Рубика? Да что ты такое? Вообще? Вуаля. Только не трогай меня, договорились. Ну, Мию уже не остановить. А что здесь происходит? Ты в порядке? Дорогая. И ты здесь? Проголодалась? Мамочка. Я так рада тебя видеть. Пора отпраздновать встречу вкусным тортиком. А вот преступнику положена только тюремная каша. Райан попался. Мия. Мы должны его спасти. Он делает такой классный маникюр. Да и вообще он неплохой парень. Просто выбрал не ту дорогу. Действуем. Офицер. Как насчет сладенького? Вкусняшки в обмен на преступника. Отличная сделка. Райан. Поздравляю. Теперь ты наш личный мастер маникюра. Ура. Да здравствует честная жизнь. И больше никаких преступлений. Оказывается, маникюр это призвание Райана. А радость клиентов лучшая награда. Продолжение следует.